Всем привет огромный! Сегодня видео о хранении, о хранении в квартире, о том, где хранить крупногабаритные вещи в квартире. Так что, кого интересует эта тема, смотрите это видео до конца. Сразу скажу, что таких будет видео несколько на моем канале, потому что тема, как оказалось, очень актуальна. Я о ней задумалась, когда просмотрела видео на канале Пуховое и Меховое о хранении, и там многие писали, что тема до конца не раскрыта, где хранить лыжи, сноуборд, велосипеды и так далее. Начать мне бы хотелось с системы хранения, которую приобрели мы, это система хранения Альгот, мы ее приобретали в Икее. Похожая система есть, по-моему, в Леруа Мерлен, но мне показалось, что в Икее как-то она более продуманная. Это бюджетный вариант. Хорошо бы, если в вашей квартире вы делаете ремонт. Продумывайте заранее каждый угол, каждый шкаф, каждое место хранения, которое у вас будет в вашей квартире. Это делать правильно, это делать нужно, поэтому вам советую смотреть как можно больше видео, картинок, всяческих сайтов типа house.ru.com и, в общем, вдохновляться этими идеями. Если у вас есть в квартире какое-то отдельное место, которое вы сможете выделить под комнату для хранения, я вас очень сильно уверяю, что это место, оно станет спасением для вашего интерьера. Почему? Потому что отдельная комната для хранения или хотя бы выделена отдельная какая-то площадь, она, как правило, всегда более функциональна, нежели чем, скажем, длинный вытянутый шкаф по всему коридору. И более смотрится это красиво. В нашей ситуации я уже рассказывала, кто хочет, может посмотреть рум-тур. У нас была отдельная большая комната около 21 квадратного метра, и мы ее поделили. Зону детскую, и отдельно у нас получилась зона, это место для хранения, которое в настоящий момент, пока еще до конца не обустроено. Вот эта система ольгот сейчас установлена, мы ее взяли из прошлой квартиры и дополнили некоторыми элементами. Я перехожу, это где хранить лыжи, сноуборд, новогоднюю елку и так далее. Все это вы сможете хранить на последнем ярусе системы ольгот. Последний ярус это вообще идеальное место для хранения. Туда можно закинуть и большие какие-то крупногабаритные чемоданы, да даже на самом деле велосипеды, детские, самокаты, все что угодно туда можно положить. И колеса в чехлах, кстати говоря, тоже. Кстати, на этой фотографии я показываю, что колеса как раз таки можно хранить и как удачно хранить в этой системе. Так сложилось, что в вашей квартире нет отдельной комнаты для системы ольгот. Ее, в принципе, можно установить в любой жилой комнате, но содержать в порядке и дополнить ее различными красивыми контейнерами, купленными, скажем, в Икее соломенными контейнерами, черно-белыми контейнерами. И тогда это будет смотреться стильно. Опять же, здесь нужен порядок. Если говорить о хранении сноуборда, лыж и велосипеда, где еще можно это хранить, это, конечно же, балкон. Если он у вас застеклен, внимание, если он у вас открытый, как в данном случае у нас, то вы рискуете, что ваш велосипед обрастет льдом. Один из таких хороших вариантов мне понравился, это просто встроить сноуборд и велосипед в интерьер. Я здесь приведу несколько примеров, которые мне очень сильно понравились, когда интерьер выполнен в таком современном стиле, или в стиле лофт выполнен, или в минималистическом стиле, и он дополнен как раз-таки сноубордами. Хорошо, если это будет несколько сноубордов, или, например, сноуборд и доска для серфинга, или сноуборд и велосипед. Переходим к следующему. Это где хранить пылесос, гладильную доску, утюг и все принадлежности, связанные с этим. Заранее продумывайте это про хранение пылесоса. Скажу так, что в нашей квартире здесь сделана ниша сзади меня сейчас, и в этой нише как раз-таки мы планируем установить шкаф, и обязательно в этом шкафу будет узкая длинная секция для хранения пылесоса, гладильной доски, может, возможно, даже швабры, то есть каких-то таких длинных вещей. Если у вас нет таких ниш, то, в принципе, что касается именно гладильной доски, здесь есть несколько неплохих вариантов, которые я вам здесь покажу. Так, если у вас это отдельная гладильная доска, она уже куплена, и другую вы приобретать не собираетесь, ее просто можно повесить на дверь, на стену, купив при этом какой-то красивый чехол, и она станет даже дополнительным декором интерьера. Ее можно просто установить где-то рядом с секциями хранения, или за секциями хранения, или повесить на секцию хранения, что тоже смотрится неплохо. Есть встроенные гладильные доски, которые предназначены больше всего, конечно, для малогабаритных квартир. Встроенные гладильные доски, это может быть выдвижная доска, ящик на кухне, как в данном случае, это может быть ящик-ниша с зеркалом отодвигающимся. Мне вот этот вариант очень сильно нравится, импонирует, но это нужно продумывать, опять же, скорее всего, заранее, поскольку лучше это, конечно, будет смотреться в какой-то нише. Также мне нравятся сейчас очень такие варианты, как многофункциональные гладильные доски. Это может быть гладильная доска, совмещенная с комодом. Это может быть гладильная доска, совмещенная с тремянкой, которая складывается и превращается в лестницу. Кстати, лестницу тоже можно использовать в качестве декора интерьера. Переходим к хранению инструментов. И как ни крути, даже если в вашей квартире нет мужчины, то все равно какой-то минимальный набор инструментов должен быть, как-то отвертка, молоток, маленькая пилочка. И у вас должен быть отдельный ящик для инструментов. У нас таких ящиков два. Мы купили их в магазине Leroy Merlin. И, в принципе, их можно поставить один на другой, убрать как раз-таки в какой-то более большой ящик, который, кстати, здесь у нас будет. Также можно своими руками сделать, как вот на этом примере здесь на фотографии, отдельную стену из жестяных баночек, куда вы поставите весь инструмент, как-то красиво расставите, это тоже будет как дополнительный декор интерьера. Но, опять же, здесь нужно все содержать в чистоте, в красоте, в порядке, поэтому задумайтесь, мне кажется, более функционально будет приобрести отдельные вот такие ящики, тем более стоят они недорого, до 1000 рублей. Так, переходим к последнему в этом видео. Все это хранение различных бытовых чистящих принадлежностей, губки, мыло, стиральные порошки, большие кондиционеры, чистящие средства и так далее. Я сразу вам скажу, что если в вашей семье есть маленькие дети, то убирайте все это подальше, потому что много различных историй, когда, да даже животные, нализавшиеся какого-нибудь доместеса попадали в ветеринарные клиники с пищевым отравлением, поэтому лучше, чтобы это все содержалось где-то на высоте, на верхотуре, чтобы ни дети, ни животные это не достали. Мне кажется, что лучше это будет какой-то отдельный ящик, который находится где-то в мокрой зоне, то есть как-то в ванной, в туалете, в душе и так далее. У нас это отдельная встроенная в нишу, которая у нас получилась, над подвесным унитазом, это отдельно встроенный такой шкаф, который просто закрывается на деревянной дверке. Кстати, дверки мы приобретали в магазине «Твой дом» около ТЦ Вегас, кому интересно, и просто окрашивали в морилку и беновое дерево. По-моему, как-то в одном из своих видео я уже это показывала. Ручки для дверок я приобретала на винтажной выставке, но, в принципе, вы можете любые другие ручки приобрести. Сейчас выбор их достаточно большой. И вот, когда мы открываем этот шкаф, то видим две полочки очень большие, функциональные, на которых как раз-таки и все содержатсящие средства. А также сюда я поставила ведра, тазики, щетки, даже сюда можно какие-то крупногабаритные вещи поставить тоже. Кроме того, дам еще вам один такой лайфхак, который я случайно абсолютно для себя обнаружила. Очень скапливается много различных губок, с помощью которых вы чистите раковины, щеток, с помощью которых вы чистите, там, не знаю, пол, унитаз и так далее, да, и куда их все девать. Также там хозяйственное мыло, перчатки. Значит, есть такой контейнер в Икее, мы его купили, с разделителями, он стоил порядка, там, 150 рублей. Под раковиной у нас есть небольшое расстояние, так, к 8-10 сантиметров, и как раз-таки этот контейнер очень удобно туда задвигается. Поэтому я всем рекомендую присмотреться к этому, и, возможно, если у вас вот такая вот раковина, под которую что-то можно еще поставить, то для вас это будет вот такое вот функциональное решение. Так, ну на сегодня, наверное, все. У меня выйдет еще одно видео по хранению, где я расскажу, где хранить детские игрушки, аптечку, неглаженное белье, посуду для гостей, то есть много всего еще интересного, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал. Если это видео вам понравилось, ставьте пальчик вверх. Пишите мне в комментариях обязательно, какие у вас есть решения необычные по хранению различных вещей в доме. И всем пока!